Йоу-йоу-йоу! Всем респект, братва! С вами Мародер 120 Гигабайт, я нахожусь на кухне. Это первая часть видео о моем переезде в Болгарию. В этой части я расскажу вам, почему именно я переехал в Болгарию. Многие и так знают, но тем не менее, хотелось бы уточнить некоторые нюансы. А также мы проведем с вами такой рум-тур-передачу по домам с Мародером 120 Гигабайт. Я покажу вам квартиру, в которой я живу, и покажу вам комнату, в которой я стримлю, расскажу обо всем оборудовании, которое там есть. Некоторые части видео, например, приветствия, и, собственно говоря, весь практически рум-тур мне пришлось писать два раза, потому что оказалось, что айфон очень плохо снимает в темноте. Кроме того, я оттянулся этим видео, потому что хотел записывать ее на петличку, но приходится пользоваться микрофоном от айфона, потому что, чтобы подключить петличку к микрофону, нужен специальный провод, который я пока в Софии найти не могу. Ну а так мы с вами прогуляемся по моему району, вы посмотрите, где я живу, я покажу вам свой дом, покажу вам свою квартиру. Мы с вами потестим айфон, собственно, как он для записи видео, потестим с вами стабилизатор, который я тоже купил для подобных лайвовых видосов. Ну и, собственно, просто хорошо и интересно, я надеюсь, проведем время. Ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Погнали! Локации видео будут абсолютно разные, это, например, мой балкон замечательный. Видео я пишу в попыхах, потому что YouTube уже начал гнобить мой канал за то, что я нихрена вообще видосы не выкладываю, а я вообще-то переезжал YouTube, я понимаю, что тебе насрать, но все-таки. Короче, пойдемте с вами для начала прогуляемся по моему району, мне надо учиться снимать такие видосы, мне надо учиться монтировать такие видосы, мне надо учиться работать, блядь, с этим стабилизатором, что крайне сложно оказалось на самом деле. А теперь пойдемте, прогуляемся. Братва, подобный формат для меня довольно-таки экспериментальный, поэтому идуки-посяки, вы меня простите, влогерство и вообще съемки на телефон для меня это что-то новое, что-то странное, поэтому буду очень сильно благодарен вам за фидбэк, нравится ли вам такие видосики, напишите, пожалуйста, в комментариях. Так вот, начнем с первого вопроса, почему именно я переехал в Болгарию? Для многих ответ на самом деле очевиден, потому что моя девушка, моя жена будущая, Кристина, она из Болгарии. Это, конечно, все так и есть, но по-хорошему она является гражданкой Евросоюза и мы могли бы поехать в любую другую страну, например, в Германию, куда, вы знаете, я бы очень сильно хотел переехать, потому что я люблю город Берлин и так далее, и так далее, и так далее. Но на самом деле Германия является довольно-таки тяжелой и для меня, и для Кристины страной для переезда, во-первых, потому что Кристина язык не знает, ей довольно-таки сложно там будет найти работу. Плюс конкретно для меня, например, здесь намного выгоднее жить, потому что здесь дешево. Ну, конечно, для видосов надо вот это вот давно, да? Я должен привыкать к формату, блядь, лайвовых видосов, потому что я планировал их снимать. Стап, мать твою, тяжелый, кстати говоря, довольно-таки. Так вот, короче, Кристина здесь очень быстро нашла работу с хорошей зарплатой, и в Германии это не так просто для нее, даже на самом деле, потому что она гражданин Евросоюза, плюс мне там ебли с переездом было бы намного больше. Ну и в Болгарии банально просто дешевле снимать квартиру, дешевле кушать, дешевле все. Также у меня, например, для меня был бы хороший переезд в Польшу, там тоже довольно-таки дешево, но, опять же, без языка это было бы сложно. Я язык знаю, Кристина язык не знает. Вот, поэтому было принято, в принципе, решение поставить бы переехать сюда, а дальше уже посмотрим, может быть, куда-то еще нас эта жизнь занесет. Так, с этим вопросом разобрались. Дальше, где именно я живу? Как видите, район, в котором я живу, он довольно-таки прикольный, и здесь красиво, но, к сожалению, так далеко в Болгарии не везде. Здесь хватает, на самом деле, совковых видов, таких панелек тоже духуя всяких, обшарпанных. На самом деле, неухоженных и так далее. Об этом я вам подробнее расскажу и покажу в видео про сам город. Мы живем в новом районе, здесь новые дома, они очень качественные, очень классные. Хорошо было бы все старые дома снести и поставить новые, но, к сожалению, Болгария страна бедная, не так много у них денег. Никаких программ реноваций здесь, по-моему, не планируется. При этом, если вы будете в центре, то здесь довольно-таки красиво. Опять же, подробнее в видосе про сам город. Если у вас еще есть какие-то вопросы, кстати говоря, по поводу Болгарии, по поводу Софии, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Я постараюсь на них ответить уже во втором видео. Сейчас давайте уже, наконец, справимся домой, потому что я довольно-таки странно себя чувствую здесь на улице. И посмотрим уже на мою квартирку, где я живу. Подъезд, как вы видите, довольно-таки, кстати, приличный. Вот вид с моего этажа, собственно говоря, из коридора. Вот мы и дома. Стабилизатор я снял, потому что совершенно неудобно снимать хату, так что давайте уже вот так вот с руки я вам ее покажу. Пройдем сначала по комнатам, потом уже перейдем под конец в стримерскую и уже установим такой рум-тур классический, где я расскажу вам о своем оборудовании и так далее, и так далее. Ну, давайте, наконец, начнем нашу передачу по домам с мародером 120 гигабайт. И первая комната, в которую мы с вами попадаем, это еврогостиная. Такая гостиная, которая объединена с кухней. Простите за небольшой беспорядок, мы, скорее, столько недель назад переехали. Но здесь что вам, собственно, показать? Вот это вот, собственно, кухня, на которой мы обязательно с вами проведем кукинг-стрим. И не один будем готовить. Вот этот огромный стол нам в этом поможет. Здесь у нас огромный телевизор, 55 дюймов. Я купил, на самом деле, довольно-таки дешевый 4К, и здесь все классно, чтобы вот в эту вот красоточку PlayStation 5, которую тоже здесь я смог урвать, играть с большим удовольствием. В основном она стоит у меня здесь, потому что я играю, естественно, на телевизоре. Но если надо постримить, это не проблема забрать ее, просто перенести, быстренько подключить и все, заявись. Здесь у нас, собственно, балкончик, который вы уже видели в самом начале видоса. Ну и все, диван, естественно, чтобы ноги вот так вот положить, играть, наслаждаться. Очень здорово. Погнали дальше. Это коридорчик. Очень сильно шакалится картинка. Мне пришлось второй раз это видео записывать. Спасибо большое тебе, айфон. Извините, пожалуйста, за качество. Ничего с этим сделать не могу. Это, между прочим, туалет. Но если ты думаешь, что у меня всего один туалет, то, значит, ты плохо знаешь о жизни успешных стримеров. Вот еще один туалет вместе с душевой кабинкой. Кстати говоря, душевые кабинки очень распространены и в Европе, потому что ванн практически нету. Слишком дорогая вода. Они не любят платить так много за воду, везде ставят эти блецкие кабинки. Даже нельзя стримеру после тяжелого рабочего дня налить ванну с пеной, там, блядь, нахуй бомбочкой, полежать и насладиться. А вот это у нас, собственно говоря, спальня, огромная кровать. Чему я очень рад, к сожалению. И к чему я не рад, это очень твердому матрасу. Надо какой-нибудь на матрасник на него обязательно купить. Конечно же, имеется великолепный, замечательный кандей. Кстати, в гостиной он тоже, я забыл вам его показать, но это не сильно важно. Шкаф, в котором пока нихера нету. Ну и второй балкон с абсолютно таким же видом, как и в гостиной. Мне пришлось везде включать свет. Это, между прочим, очень дорого в Болгарии. Поэтому попрошу Apple возместить мне мои финансовые затраты, блядь. Стримерская. На самом деле, эта комната была второй спальней, как вы видите, да. Для начала давайте покажем, что у нас находится вот здесь. Это кровать, которую мне пришлось вот с середины сдвинуть сюда. Чтобы она не мешала, чтобы освободить место под стол, под вот это вот все. Тут у меня уголок такой бардака. Валяются всякие провода, коробки, кейс от стабилизатора, сумка от камеры, в которой лежит, кстати говоря, объектив, который я иногда использую, например, для тех же самых кукинг-стримов. Как вы заметили, Магрик и Кукусик со мной сюда переехали. Для них, слава богу, место было в багаже, в отличие от Миши. Это мой бессменный партнер в проведении стримов в Вазген. Как себя чувствуешь? Вазген! Вазген! Ну, ему не очень хорошо, наверное, коронавирусом переболел. Видите, сейчас восстанавливается, в общем-то, надо его будет починить. Изначально этот видос я писал в темноте, чтобы показать вам, собственно, мое там освещение и так далее. Но iPhone настолько сильно зашакалил картинку, что я второй раз это уже все записываю. Для фонового освещения я использую вот эти китайские, галимые, дешевые, отвратительные лампы. Там вы видите абсолютно такую же лампу, только белую. Этого освещения почему-то совершенно не хватает, несмотря на хорошую светосилу моего объектива, о котором я расскажу обязательно позже. Нужно будет покупать дополнительное освещение обязательно. И, наверное, надо купить штативы для них, потому что, ну, пока что приходится вот так вот колхозить, вот так вот как-то ее класть. Она еще так нестабильно держится. Здесь есть маленький такой очень штативчик, но он тоже не сильно помогает. Перед тем, как перейти к обзору, собственно, моего стримерского стафа, я расскажу вам о моем новом кресле. Это кресло от компании Кугар, которое я здесь купил. Тут оно стоит намного дешевле, чем в России, обошлось мне в 200 евро. Легко собирается, очень надежная, очень удобная, классная сидушка, замечательные плотные подушки. Респекты жесткие. Возген, как дела у тебя? Возген! 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 Конечно, в стримерской также имеется замечательный кондиционер, который очень сильно охлаждает мою жопу, когда я играю в такие игры, как Demon's Souls или когда смотрю на падение статистики от Ютуба. Кровать в данный момент используется исключительно как подставка для различных прибамбасов для стримов, да, парик, я купил вот маску, как вы видите, да, очки мои, кепочки и так далее, и так далее. Но если кто-то приедет в гости, всегда может здесь остаться, это не приглашение, кстати, еще тебе конкретно, но вдруг, если будете в Софии, напишите. Айфон продолжает шакалить картинку, к сожалению, ничего с этим сделать не могу, ребят, простите, но давайте уже перейдем к обзору моего стримерского стафа. Начнем по порядку просто по часовой стрелке. Наушники Sony MDR7506, замечательные мониторы студийные, специально для сведения звука сделаны наушники, которые не добавляют слишком много баса и дают довольно-таки чистый и хороший звук. Микрофон Rode NT1, которым я пользуюсь уже практически 4 года, шел сразу в комплекте с пауком и поп-фильтром. Крепится он у меня на роудовскую же стоечку, которая, кстати говоря, в копеечку мне вообще влетела, наверное, самая дорогая стойка, которую я смог найти, но при этом она очень надежная и не подводит меня тоже уже очень долго. Микрофон у нас, ребята, подключается по XLR-проводу к вот этой штуке, из-за которой все говорили, что я шимора, что я кашу под шимора. DVX-286S. Микрофон и предусилитель, который улучшает звук микрофона, всячески его очищает от шумов и так далее, и так далее. Очень полезная штука. Один из самых дешевых вариантов, которые можно найти на рынке. Именно поэтому я им владею. От него по джек-джеку мы с вами подключаемся вот к этому замечательному микшеру Yamaha MG10XU. Здесь, собственно, можно настроить частоты и включить эффектики. На самом деле, подобный микшер для меня является излишеством. На нем слишком много каналов, которые я не использую. Я использую только вот этот для микрофона и вот этот для микрофона, когда подключаю петличку, потому что, на самом деле, на них разные частоты должны быть настроены. Теперь давайте же обсудим периферию. Самое главное периферия, конечно же, вот этот вот деревянный бан, которым я сучу по лбу хейтерам и тем ребятам, которые не ходят на стримы, лайки не ставят, пожалуйста, поставь лайк. Этот деревянный член подарил мне друг, он приехал ко мне из Испании и сказал, что сделано по его размеру, я думаю, что он пиздит. Кроме того, есть вот эта замечательная тетрадка, в которой я записываю имена и ники неверных. Клавиатура и мышка у меня абсолютно обычные, супер дешевые, 2000 рублей, 1500 рублей. Это и то, и то Афортек Блади, блядь. Я купил эту клаву только потому, что она тихая. Не очень много места занимает, уверенно стоит на столе, меня полностью устраивает, надо ее, блядь, почистить. Мышка тоже совершенно обычная, ничего особенного, не могу про нее сказать ничего хорошего, ничего плохого, она работает и это очень хорошо. Геймпад я использую от Иксбокса. Я небольшой фанат самой коробки от Майкрософт, но мне очень нравятся их геймпады. Именно этот геймпад я использую, когда играю в игры на ПК. Вот это, ребята, собственно, мой ПК. Здесь стоит бедный, несчастный, в углу, места для него нигде нет на столе, слишком уж он большой. Его характеристики многие из вас знают, можете посмотреть их в группе ВКонтактике. RTX 3080, i5 11-го поколения, 32 гигабетра памяти, миллиарды жестких дисков, два SSD-шники, остальные SSD-шники, в том числе вот этот вот отстойный WD Black, который плохо, на самом деле, довольно-таки работает и медленно. Никому его не советую, но он 5 терабайт, место на нем, конечно, дохерища. Использую в основном его, чтобы хранить там видосы записанные и так далее. Такой вот USB-хаб у меня также имеется, китайский Галим и дешевый, прям как стример. С компьютера, ребята, картинка идет вот в эту вот карту захвата от Avermedia. 4К, 60 FPS она захватывает, неплохая карта, не очень дорогая, хотя, конечно, стоило все равно дохера. Но никаких у меня нареканий пока по ее работе нет, меня вполне себе устраивает. После того, как карта захвата обрабатывает картинку, поступает картинка вот на этот замечательный ноутбук. Asus 2 Dash. Игровой ноутбук с RTX 3060 на борту. Специально урезанная версия для ноутбуков, тем не менее, она тянет даже Cyberpunk в 60 FPS, если выключить и лучи, конечно же. Хороший, очень сильный ноутбук, очень во многом мне помогал на самом деле. Касается это не только стримов, просто у меня давно уже не было ноута, и я очень рад, что его купил. Единственная проблема с 4К видео, он справляется с большим трудом, поэтому вы можете видеть лаги у меня на стримах иногда при переключении сцен. Стоит он на специальной подставке, потому что он страшно греется, алюминиевая подставка там с вентиляторами, чтобы ему было полегче жить. Мониторы, которые я использую. Вот это не мой монитор, это монитор брата Кристины, который я взял временно, пока не привезу свой монитор из Москвы. Отвратительный монитор компании LG, просто срань ебаная, темный, ни хрена не вижу, если я не читаю ваше сообщение, виноват он, потому что ни хрена, мать его, на нем не видно, он маленький и темный. Другое дело, вот этот монитор, который я купил здесь, 31-дюймовый Dell. Модель, я не помню, как называется, но он хорошо передает картинку. Матрица, к сожалению, на нем не IPS, а VA. Из-за этого картинка на нем не супер сочная, но тем не менее, качество вполне достойное за свои бабки. В целом, он меня устраивает за свои деньги, норм. Вот эта маленькая штучка Elgato Cam Link облегчает жизнь очень многим стримерам. Использую я ее для захвата картинки с камерой. Камера Sony A6000 с объективом Sigma светосила 1.4. Хорошая камера, к сожалению, перегревалась у меня иногда. Чтобы избежать перегрева, мне пришлось открыть вот этот вот экран, открыть вспышку, в интернете писали, что это помогает, и действительно, после этого перегрева стало меньше. К сожалению, пока я не купил штатив для своего освещения, эту функцию выполняет также камера. Как вы видите, с кейбл-менеджментом у меня все отлично. Никаких проблем с проводами нет, все замечательно на своих местах. Я молодец. Ну и чуть не забыл про вот эту маленькую штучку. Это, ребята, Elgato Stream Deck Mass Effect для любого стримера. По-хорошему, это просто панель горячих клавиш, которая позволяет быстро вам включать какие-либо звуки там, какие-либо эффекты на стримах или переключать сцены. Спасибо большое, Насте Лисадзе, такой замечательный подарок на день рождения. Вот и все, ребята, рум-тур окончен. Давайте с вами переместимся отсюда куда-нибудь, где и освещение получше. На кухню, например, где мы и начали это видео. Большое спасибо, братва, что досмотрели видос до конца. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, что вы хотите увидеть во второй части видео. Задайте ей вопросы про Софию. Буду очень сильно всем благодарен. Если поделитесь этим видосом, то это вообще будет жесточайший респектус. Снять это видео оказалось намного сложнее, чем я думал, но тем не менее у меня получилось. Напоминаю, что это все еще эксперимент. На моем канале подобных видосов еще не было. Поэтому жду от вас фидбэка в виде лайков и комментариев. Всем еще раз большое спасибо. YouTube Гомосек. Жесткие респекты. До встречи на следующем видео и на стримах. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу!